На трассе М-12 запустили движение на участке от Москвы до Арзамаса. Таким образом, автомобильная дорога связала четыре региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Общая протяжённость этого отрезка – 415 километров, но некоторые участки открылись раньше. Жемчужиной трассы стал мост через Аку. Здесь российскими дорожниками была впервые применена технология скользящей опалубки. Уникальность этого сооружения заключается ещё и в том, что поставщик вантовой системы – отечественный. Более 70% наименований вантовой системы изготовили российские компании. Это единственный вантовый мост, один из уникальных мостов на трассе. Уникальность – это длина пролётных строений, там свыше 100 метров, высота опор. Значит, у нас высота опор достигает 90 метров от уровня роста. Отдельное внимание было уделено безопасности дорожного движения. Так, М12 должна стать одной из самых безопасных дорог на территории России. Чтобы достичь этой цели, пришлось применить современные программные решения. Пользователь, когда въезжает на автомобильную дорогу, мы видим, где он едет. Соответственно, мы видим возможные остановки, инциденты, которые происходят на автомобильной дороге. Мы можем эту информацию довести на информационное табло. И, конечно, в компании «Автодор» прекрасно понимают, что водитель не должен быть уставшим. Поэтому вдоль магистрали будут появляться зоны отдыха нового поколения. С детскими площадками, душевыми комнатами и, конечно, горячим питанием. Мы присутствуем на 173-м километре автомобильной дороги М12. Этот объект уже имеет полноценную кухню, детскую площадку, душевые, ну и различные другие сервисы. Еще одной гордостью строителей М12 стали рекордные сроки, за которые удалось построить современную магистраль. Так, дорога от Москвы до Арзамаса открылась для движения сразу на 9 месяцев раньше планового срока. Важно добавить, что новая трасса станет частью пути до Владивостока. А для начала откроется движение до Казани. Его запуск запланирован на конец декабря. При этом дорога от столицы России до столицы Татарстана будет занимать примерно 6,5 часов. Для нас задача стоит для того, чтобы трасса, международный транспортный коридор России был бесшовный. Самое главное, чтобы пользователь, который пользуется нашей дорогой, имел возможность беспрепятственно и комфортно доезжать от точки до точки ни одного светофора, ни одного пешеходного перехода, ни одного пересечения в одном уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова